С планами на добрый ураджай, першы тысячник на уборцы и першая зерня у хлебопрыемных пунктах в области. Збирай поасобна. У Магилёве 13 видов другасной сыровины, где на дальнейшую перепрацовку. Чакали тепла? Босьяно. Другого жнивня чакается до 34 градусов. Першы тысячник селетнего жнива на Магилёшчине водитель открытого акционерного товарыства «Рассвет» имя Орловского Кировского района. 30-ти годов Александр Бабич перевез першую тысячу тонн сбожжа. Дрэч и усиль газпродприемстве «Рассвет» пакуль с самой высокой ураджайностью в области – 52 центнера с гектара. До массового жнива приступили боль за полову района Магилёшчины. У лидерах Кировский, Бабруйский и Славгородский районы, где обмолочено колять 10% площадь, зараз убирают азимую пшаницу. У городским, Дрыбинским, Чавуским, Хотимским, Магилёвским и Шкловским районах зараз рыхтуются до выхода на сбожжевые палетки. Першая зерня почали примать хлеба приёмные пункты Магилёшчины. Кали распочнется самая напруженная пора, примать сбожжа будет круглосуточно. По словам специалистов, первая пшаница пришла довольно доброй якости, да и в уголе селета тут чекают добрый ураджай. На предприемстве Магилё хлебопродукт с самой ранницы святочна. Тут сустракает первая зерня и по доброй традиции с Караваем. Откуда вы везете зерно? У АО Володарский, Быховского района. Прямо с поля, с под кабайном загрузили, привезли сюда. Сейчас в лабораторию посмотрят на влажность и дальше на элеватор. Селета уборка почалась она два тыдни позднее, за надворье. Тому зараз стоит сурьезная задача поспеть нарыхтовать сбожжа устислые термины. Даже селетний дяж заказ, это больше за 150 тысяч тонн. Его планует выконать безумно. И, конечно же, на предприемстве планует закласти яшека лет 400 тысяч тонн зерня у засеки своих комбинатов. Работа предстоит круглосуточно. Атестованы 10 визировочных лабораторий. Также существует центральное управление перевозками, где люди работают в круглосуточном режиме, а также элеваторы. По слову специалистов, только за один день плануется промать вбольж за три десятки машин. У самый напруженный период и две-три сотни, бывая. Селетний урожай пшеницы радует, кажется, у лаборатории. Поступила первая машина пшеницы. На вид она хорошая, выровненная, крупная, средней сухости. По цвету видно, что и клейковина будет, скорее всего, на продовольственное зерно. На предприемстве заполнивают, что готовые до приемки великого урожаю. Працовать будут три головные приемные пункты у Климовича, Могилеви и Бабруйску, а еще семь вытворчих участков. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов. Новины региона. Тысячи квадратных метров тротуарной плитки и полная реконструкция районного Дома культуры. Бригада Бабруйских будунеков допомагает рыхтовать до святой селетнюю столицу областных дожинок. Литерально празд два месяца, каля 5 тысяч гостей дожинок, смогут оценить масштабы и якость проведенных работ у Кличеви. Дмитрий Казаков у Бабруйским домобудовничем комбинате працует больше за 40 год. Узводил жилые домы, предприемства, школы. А теперь отшивая себе летний рестауратор. Его бригада працует на реконструкции Кличевского дома культуры. У нас сейчас фасады в основном все одинаковые, а здесь все-таки лепнина, карнизы. Ну, захотели сохранить это, как бы старинное. А кроме лепнины, Бабруйчанам пришлось заменить дравляные перекрытия на бетонные. Гэты будынок узводился и ясшился ради неминулого 100 годзя. Необходно перекласти усе коммуникации. Литши наново побудовать сцену. Сметная стоимость дома культуры – 1 560 000 рублей. Нормативный срок строительства его – 8,5 месяцев. Мы должны его построить за 3 месяца. К 1 сентября поставлена задача его сдать. На дажинки у Кличу приедут 5 тысяч удельников и гостей Галунга святых леборобов. Город для всех рыхтует сюрпризы. И Кличевчане, и гости города в подарок получат обновленный красивый город. В первую очередь, это будут улучшены жилищные условия, поскольку 13 многоквартирных домов идут под капитальный ремонт. И 18 проводится текущий ремонт. Будет новая школа искусств для обучения наших деток. 11 годов позбавления воли. Могилевский областный суд вынес присут 48-годовый могилючанцы, якую признали виноватой у замаху на забойство 9-месячной внучки. Як стало вядомо следству, 31-го студеня этого года обвиноваченная выкинула дитя с балкона на пятом поверхе. Малая упала с вышины больше за 13 метров и, на счастье, у снежной гурбы. Это размягчило падение. Некоторый час девчонка пролежала на снеже при температуре около 11 градусов морозу. Потом ее зауважили мясцовые жихары, которые и выкликали худкую допомогу. По заключении медиков, дитя сурьезных травм не отрымало. У малой назиралось короткочасовое погаршение здоровья и пероохолоджение. У той же день обвиноваченную в злочинстве взяли под варту. По информации следства, женщина была у моцной ступени опьянения. Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала. Однако пояснила, что не помнит, как выбросила ребенка из окна. Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала обвиняемую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначила наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Авария в Могилевском районе недалеко от звездки Ильинка затыкнулись легковый автомобиль Ford и фура Mercedes. Причины ДТЗ супрацовники ДАИ называют порушение правил обгону. Водитель Форда выехал на сустречную, как обогнать Ситраен, але убачил упереде фуру и начал вертаться на свою полосу. И в этот момент затыкнулся с Ситраеном. От удару Ford выкинула на сустречную, ей водитель почал тормозить, машину занесла, и она оказалась на узбочине, где лоб у лоб сутыкнулся с фурой, водитель якой таксама спрабывал пазбегнуть сутыкнение. У этой аварии потерпели усе четыре человеки, что находились у легковушцы. У Тымлику дзети трох и десяти годов. Усих их с места ДТЗ забрали медики. Держ заказ по сбору шкла и макулатуры коммунальное предприемство Могилёва выконываюць. Гэта не тольки тое, что пасобно сбирая насельництва. Названые отходы полностью выбираюцей на сметти перапрацовчем заводе. Але гэта тольки десятая частка до гульнага объёма смеття. Усё остатнее, нажаль, пакуль оседаеця жарым на сметтевых полигонах. Зараз на перапрацовку идёт 13 видов другосной сравины. Гэта чёрная и каляровая металлы, розных видов пэт-бутылька, шкло, макулатура. Объём составляет 42 тысячи тонн. Мы переработали. И процент выборки при этом составил 8,2%. По итогам прошлого, 2016 года, у нас же идёт плюсом. Было 6,3, сейчас стало 8,2. Упаковочные пакеты, пакеты с подмолочной продукцией яшэ недавно лечыліся другосной сравиной. А теперь гэта отходы на сметтеперапрацовчем заводе не сбираюць, а вывозить на полигон. Не идёт одноразовая посуда, не идут пакеты молочные, мусорные пакеты, хлорсодержащие отходы полиэтилена и так далее. Сейчас вы видите, все производители продукции продовольственной стараются соки, молочную продукцию производить в тетрапакетах. Но дальнейшей переработки тетрапакетов нет. Есть вторсырьё, которое не используется на рынке. Ведь определяется это чем? Наверное, есть спрос, да, будет и предложение. То есть, если будет использоваться полиэтилен высокого давления и так далее, то, конечно, он будет выбираться и будет использоваться. На данный момент всё, что у нас на рынке реализуется, мы выбираем и отдаем. У Раты Республики поставил перед коммунальниками задачу, каб до 2025 года на перепрацовку и шла чверть твердых бытовых отходов. Экологичная безпека залежит и от умения и жадания кожного человека по особной сбирать сметти и по мягчимости отдавать перевагу упаковцы и товарам, рештки яких могут быть перепрацованные. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. Великий ассортимент товаров пропануют на школьных базарах как великие гандлёвые предприемства, так и индивидуальные предпринимательники. До приклада, с первого жнивня у Могилёвы тематичный гандль разгорнулся у микрорайоника Казимиру, конопляцовцы каля Буйного гандлёвого центра и на проспекте Пушкинским, каля Палаца культуры в области. Сё лета знову разгорнулся школьный базар в обычайном для могилючан месте. На Пушкинском проспекте неподалёк от Палаца культуры в области. В палатах больше за полсотни, а войск покупников по коле-одинке. Видать тому, что будный день, кажутся продавцы и у Пелнины, горадшие дни напереди, суббота и неделя. Народ ходит, знакомится с товаром. Я думаю, что будет неплохо, должно быть. По-любому детей надо к школе собирать. Но ещё пока не покупают? Нет, но уже три покупателя было. Это много? Ну нет, это мало. Сравнить, что уже пол первого, это маловато. Некоторые вопытные покупники не смешаются набывать товар, свержают. До школы ещё месяц, дети растут. Лепи крыху подшакать. Некоторые шукают оденья по сприяльных ценах. Мы уже потратили на неё 200 рублей. Вот. А что купили? Спортивный костюм, туфли. Ну такое, по мелочам. А что надо ещё? Ну вот, желательно блузочку на 1 сентября взять, но они тоже дорогие. У микрорайона Казимировка на Плецовце, каля Буйного-Ганглёвого центра, так само разгарнулся школьный кермаш. И тут не шматлюдно. Хиба только у палатках с канцелярскими товарами. Ну, средняя цена 80-90 рублей. Одним разом закупают? Ну, одним разом. Кто-то докупает ещё. Но я так понимаю, что это не предел. Списки в основном. Кто-то составляет дома, кому-то выдаёт учреждения в списке. Всем рады, приходите. Гэтая жаншина со своей онучкой побывала на одном кермаши, приехала на другий, свержая. Ассортимент великий, а с выбором тяжко. Абсолютно натуральные вещи. Вот я их не вижу. Вижу полиэстер и меньше вискозы. В основном полиэстер. Конечно, своей внучке я хотела бы натуральные ткани, чтобы были, понимаете. Вот юпочку увидела, теперь думаю. Юпочку померить, а верх? Будет ли верх к этому? Вот как, понимаете. Очень сложно в комплекте что-то собрать, то, что ты хочешь. И так, чтобы это вот ребёнок носил с удовольствием. Школьный кермаш будет працовать до 31-х жнив, не без выходных. С 11 до 19-х один. У райцентрах так само организованы тематичные секции. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов. Новины региона. У Крычеве з'явилася новая зона отпочинку. Побудували яе на раце СОЖ литерально за месяц. У пау километры от этого места находится вяликий микрорайон. Теперь цивилизованный отпочинок для ягожих ару, что называется укроковой доступности. Еще в начале лета окроме непроходного зарослика на этом месте ничего не было. Теперь на березе СОЖа з'явился новый доброупорткованный пляж с усими необходимыми для комфортного отпочинку атрибутами. Сейчас намного лучше стало, потому что тут лавочки поставили. Стало намного цивилизованнее. Уровень благоустройства, который есть, позволяет людям отдыхать. Я знаю, здесь и нагородни отдыхают, здесь и из России люди уже отдыхают. Лавочки, грибки, песочницы, стенды для наглядной агитации. Ну, все необходимое. Возможно, в процессе появится здесь и торговля, и спасатели. У доброупорткования этой зоны отпочинку удельничали некольких предприемствов и организаций города. Крычев цементно-шифер, коммунальник, агротехничный колледж. Технику выделы крычев цементно-шифер, грибки, скамейки, раздевалку, туалет надворный и контейнер для мусора. Это, конечно, люди сделали за свои средства и все установили здесь. И все удобства здесь на сегодняшний день созданы для отдыхающих. Колисти тут и было место отпочинку мясцовых жахаров. Его обновление продактовано объективными причинами. Микрорайон СОЖ, что находится побыч, активно поширается. Только из-за опышня 8-го года тут побудовано 14-5 поверховок, а это 700 квартир. Ирина Борделовская, Александр Артемьев, Новины региона. И у протяг темы середа станет самым спякотным днем 1-го Жнивинского тыдня. По информации синоптика, услугок термометра ПАВ в области поднимется до отзнаки у 34 градусы. Обвещены оранжевые узровы небезпеки. До спякоты дададутся на вальнице. Месцами пройдуть моцная Льюнииград. Прогнозуется узмацнение ветру. При на вальницах парывы могут досягать 15-20 метров за секунду. У Могилеве другого жнивня у ночи плюс 17-19, у день 31-33. У четверы пятницу спека скине пару градусов. Только на полдне, месяцами до 30-ти выше и за ноль. У такой надворье урачи раюць не знаходится под открытым солнцем за 11-ти до 4-го один. Особливо гэта тычыца дятей. А при наце необходна у светлая свободная день из натуральной тканины, медь головной убор, прытрымливаться пятного режиму. Людям с хроничными захворванями обвязково медь при сабе необходная лековая препараты. Позбегать душных помешканью и великого натопу людей. Усе новины про життя Могилевской области на нашем сайте tvrmogilow.by. А я с вами развитываюсь от доброго настрою. До встречи в эфире.